Здравствуйте! На канале Десна ТВ Новости в студии Алина Сазонтова. Главные темы выпуска – плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Указ губернатора действует еще до 31 марта по этому работу по нераспространению коронавирусной инфекции среди населения нашего города. Десногорские педагоги подвели итоги участия во всероссийском конкурсе «Большая перемена». «Большая перемена» – это новый развивающийся проект для школьников, который поможет каждому подростку раскрыть свои возможности. 23 марта состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава Десногорска Андрей Шубин совместно с представителями местных организаций и структур обсудил текущую обстановку в городе. Основным вопросом обсуждения по-прежнему остается борьба с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что ситуация в Десногорске улучшается, службами города ведется постоянный мониторинг. Он позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь. Активно продолжается массовая вакцинация граждан. С докладом выступил начальник медико-санитарной части 135 Алексей Азаренков. Он отметил, что в связи со снижением количеств заболеваний COVID-19 наблюдается уменьшение количеств коечных мест в ковидном отделении. Часть медицинского персонала вернулась для работы в своих основных подразделениях. Однако, несмотря на положительные изменения в эпид-обстановке, руководитель межрегионального управления номер 135 ФМБА России Людмила Касаткина напомнила о необходимости строго соблюдать ограничительные меры. Указ губернатора действует еще до 31 марта, поэтому работу по нераспространению коронавирусной инфекции среди населения нашего города необходимо продолжать и дальше. Продолжается дезинфекция помещений общего пользования многоквартирных домов. Особое внимание уделяется квартирам и подъездам с очагами заражения. Участники заседания также затронули тему подготовки гидротехнических сооружений к весеннему паводку. Специалисты доложили о подготовительной работе по защите территорий, информированию населения, о регулярных проверках, системе оповещения. Они рассмотрели проблемные вопросы и определили задачи на предстоящий паводковый период. В принципе, пока вопросов нет, подтоплений жилых домов отсутствует. Есть незначительные, но у нас насосное оборудование есть, поэтому мы готовы к оттачке в случае массового проникновения. Но не будем, конечно, на это рассчитывать. Будем надеяться, что всё пройдёт спокойно. Глава Десногорска Андрей Шубин сообщил, что с 1 апреля на территории города запланировано проведение санитарного месячника. А 26 апреля будет проводиться Всероссийский субботник. Он подчеркнул, что управляющим организациям необходимо заранее осуществить очистку ливнёвых приёмников дождевой воды на дорогах, преддомовых территорий, а также уборку закреплённых территорий от всех видов мусора. Завершилось заседание обсуждением плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. 24 марта в школе номер 4 прошло совещание по итогам участия образовательных учреждений Десногорска во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Гостями мероприятия стали заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-организаторы и классные руководители 8-10 классов. Конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Его цель – дать возможность каждому подростку раскрыть уникальные способности. Главный критерий отбора – неуспеваемость, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире. К ним относится умение общаться и находить нестандартные решения в сложных ситуациях. «Большая перемена» – это новый развивающийся проект для школьников, который поможет каждому подростку раскрыть свои возможности, способности и понять, что он способен на большее. Об итогах участия школьников в конкурсе «Большая перемена» в 2020 году рассказала ведущий специалист комитета по образованию Елена Миронова. Всего в проекте было зарегистрировано 303 школьника из разных регионов страны. Каждый из них должен был пройти конкурсные этапы, проводимые в дистанционном формате. От Десногорска в полуфинал проекта вышли 8 человек. Финалистом конкурса стал Александр Морозов, ученик 10-го класса школы номер 4. В качестве приза он получил путевку в Артек – один из самых передовых образовательных центров страны. Ученик определенный объем знаний, определенный объем эмоций, им очень понравилось участвовать в этом конкурсе. И я приглашаю в качестве наставника принять участие в конкурсе 2021. В завершении педагоги обсудили перспективы будущего школ участников конкурса «Большая перемена». Они определили цели и задачи на второй сезон, который стартует 28 марта. С этого года в нем могут принять участие ученики 5-10 классов. Регистрация в проекте пройдет с 26 марта по 23 июня. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна-ТВ На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Алина Сазонтова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова